Привет! В этом видео я покажу, как наложить свою работу на макап. Это обычно делается для презентации своей работы заказчику, или когда ты выкладываешь свои работы в портфолио, что делает их презентабельными. Обязательно посмотри видео до конца, подпишись на канал и поставь лайк. Наверное, ты замечал в портфолио дизайнеров, что все их работы находятся на каких-то коробках, ручках, кружках, блокнотах и так далее. Это как раз они и делают, накладывают свои работы на макап, чтобы они выглядели презентабельно и продаваемо. Тем самым они увеличивают шанс найти заказчика. Есть множество сайтов, где можно скачать макапы. Они могут быть как платные, так и бесплатные. Но, соответственно, в платных есть более крутые и интересные работы, чего нет бесплатных. Но в данном случае я воспользовался бесплатными сайтами и скачал 3 макапа, на которых я покажу, как я буду накладывать паттерн, логотип и просто картинку. Итак, первое, что я скачал, это коробка. На нее я буду накладывать паттерн. Второе, логотип и третье, футболка. Здесь я буду размещать тоже картинку. Картинки у меня уже готовы. Это вот такой вот png файл, уже открыт в фотошопе. Дальше, логотип, тоже png открыт в фотошопе. И в иллюстраторе у меня открыт паттерн. Начнем накладывать паттерн на коробку. Сначала посмотрим, что у нас здесь есть в слоях. Первое, это слои сторон коробки. Дальше подсвеченная группа, это макап. Если его раскрыть, мы здесь увидим много слоев. Это фон, цвет фона, это тень, это какие-то засветленные участки, затемненные и все эффекты. И сам фон. Нам это не нужно. Мы будем использовать вот эти вот три слоя. Это как раз верхняя, передняя и боковая стенки. Итак, для того, чтобы наложить макап на эту коробку, мне понадобится иллюстратор. Потому что есть два способа. Либо я открываю уже файл в фотошопе png и перетаскиваю на макап, либо я работаю в иллюстраторе, и чтобы его не сохранять, лишние какие-то действия не делать, я просто его выделяю. Копирую. Ctrl-C. Открываю фотошоп. Нахожу тот слой, на который я буду накладывать саму картинку и два раза на него нажимаю. Подтверждаю. Открывается окно. Нам открылась боковая стенка. Нажимаю Ctrl-V, то есть вставляю нашу картинку в фотошоп. Появляется вот такое окно, где написано вставить как смарт-объект, либо как пиксели. В смарт-объект получается ты вставляешь его как вектор, а как пиксели он вставляется как картинка. Окей. И растягиваю картинку по всей области. Дальше нажимаю Enter и закрываю этот слой. Обязательно нужно сохранить. Все. И как ты видишь, на макапе сбоку отображается наш паттерн. Теперь открываем следующее. Возьмем вот эту переднюю стенку. Нажимаем два раза на файл. Открываем его. Нажимаем Ctrl-V. Вставляем. Оставляем так же как пиксели. Окей. И растягиваем картинку по рабочей области. Enter. Закрываю. Сохраняю. Готово. Теперь осталось наложить картинку на верхнюю крышку коробки. Два раза нажимаем на слой. Окей. Ctrl-V. Вставляю. И растягиваю картинку. Enter. Закрываю. Сохраняю. Первый макап готов. Следующий логотип. Смотрю по слоям, что у меня есть. Фон. Основная группа, где расположены все эффекты. И, как здесь написано, твой логотип здесь. Не все дизайнеры, которые делали макапы, особенно если ты скачиваешь бесплатные, прописывают слои. Хорошо, что это здесь есть. То есть я сразу вижу, какой слой мне нужно поменять. А о некоторых просто написано слой 1, 2, 3, 4 и так далее пошло. И тебе приходится самому искать, какой слой нужно открыть, чтобы поменять в нем картинку. Но, как ты видишь, здесь все прописано. Итак, беру логотип. Вот такой вот у меня есть. Открываю макап. Нажимаю два раза на слой. Подтверждаю. Вот открылось окно, в котором и находится сам логотип. Я беру логотип. И переношу его на этот слой. Старый удаляю. И устанавливаю логотип. Или какую-то другую работу. Все это сделал, нажимаю Enter. Закрываю и сохраняю. Сейчас он прогрузится немножко. Открываем макап с логотипом. То есть ты уже видишь разницу, да, если бы логотип был вот в таком виде, пускай на белом фоне, выложенный в портфолио. Или же он был бы в таком виде. Конечно, здесь он продаваемый, презентабельный. И уже с таким человеком хочется работать. Потому что работа действительно стала крутой. И следующее. Возьмем футболку. На ней уже есть какой-то принт. И я хочу разместить на нем вот такую Африку. Что я здесь вижу в слоях, уже подписано на русском тени, эффекты тиснения и так далее. Вот он наш файл. Он обычно подсвечивается либо красным, либо зеленым цветом. Нажимаю на него два раза. Открывается окно. Ищу свою картинку и перетаскиваю ее в открывшееся окно. Удаляю старый файл. Растягиваю картинку по рабочей области. Нажимаю Enter. Закрыть. Ок. И смотрю, что у меня получилось. Вот так. Такая футболка с таким принтом у меня вышла. Если я захочу поменять размер, мне опять же надо открыть этот файл и уже здесь поменять размер и сместить его куда угодно. То есть как я смещаю по этой рабочей области свой принт, свой рисунок, так он будет отображаться на футболке. Давайте его влево поставлю, уменьшу и сохраню. Давайте его попробуем сделать на грудь вот сюда вот. Два раза нажимаю на слой и перемещаю примерно вот в это положение. Немножко его уменьшу. Вот. Вот такая картинка получилась. Но вернем все обратно. Ну вот в принципе я и рассказал, как накладывать свои работы на макапы. Получилось у нас с вами достаточно интересно, что коробка, что логотип, что футболка. Но логотип вышел, на мой взгляд, ну просто очень круто. Спасибо, что посмотрел видео. Не забудь подписаться, это обязательно для продвижения канала. Поставь лайк и напиши комментарий. Делай, пробуй. Если у тебя что-то получилось иначе, какие-то возникли вопросы, пиши в комментариях, я обязательно отвечу. И до новых встреч. Пока. 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 Пока.